Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и сегодня я снимаю очень классный тег под названием «Мой первый раз». Общаетесь ли вы до сих пор со своей первой любовью? Нет, мы не общаемся с ним, потому что, во-первых, мы разные люди, а во-вторых, до сих пор не могу понять, почему я была в него влюблена. Какой был твой первый алкогольный напиток? Мой первый алкогольный напиток – это вино. Это дело было в Молдавии, мы тогда приехали к друзьям моим родителям в гости, и у них был винный погреб. Они проводили дегустацию разных вин, и я тогда попробовала в первый раз вино, но там было совсем немножечко, и в пределах разумно. Какая была твоя первая работа? Я никогда это не забуду, я всегда мечтала выйти на работу, хотя, в принципе, у меня родители нормально зарабатывали, но я всегда мечтала выйти на работу, я прям рвалась к свободе всегда. Я никогда не забуду свою первую работу, это был мебельный салон, я продавала кухни. Мы собирали кухни, или к нам приходили клиенты, но я думаю, каждый, кто когда-нибудь заказывал себе кухню, тот знает вообще, про что я говорю. Какая была твоя первая машина? Первая машина у меня была Toyota Fan Cargo праворулька. Я эту машину тоже никогда не забуду, потому что она была очень милая, маленькая, красивенькая, беленькая, и все-таки это была первая моя машина, правый руль. Я была просто от нее в восторге, я очень рада, я до сих пор ее вспоминаю. Кто был первый человек, который тебе сегодня написал? Мы сегодня переписывались утром с моей подружкой Эльнарой, да, и она меня разбудила, между прочим. Кто была твоя первая учительница? Я даже не знаю, почему их всех стандартно называли в то время, ну вот она была классической Марии Ивановны, и первый класс, первая учительница, она была очень-очень добрая, хорошая, она всех нас, помню, так любила, и мы прям плакали, когда с ней прощались. То есть, когда школу закончили, она до сих пор жива. Когда вы первый раз полетели на самолете? Мама говорила, что я первый раз 8 месяцев летала на самолете в Украину. Кто был твой первый лучший друг? И разговариваете вы до сих пор, да, мы до сих пор общаемся с моей лучшей подружкой. Я даже не могу сказать, что она была единственная, их было несколько, живут они сейчас в Украине, мы до сих пор общаемся. У меня в каждом городе, в каждой стране была лучшая подруга, да, и с кем-то из них я общаюсь до сих пор, а с кем-то, конечно, были печальные истории. И мы не общаемся до сих пор. На чьей свадьбе ты была в первый раз? Я все детство провела в Украине, я думаю, вы знаете по моим видео, я часто упоминаю Украину. То есть, я все лето проводила у бабушки в деревне, и там постоянно были свадьбы. Украина так принята в деревнях, если ваши соседи женились или выходили замуж, они приглашали соседей. Плюс ко всему, у меня бабушка очень хорошо готовила, она была поварихой, очень хорошей. Ее постоянно на все свадьбы приглашали как повара, и она автоматически нас с собой брала. Началось хождение по свадьбам точно в Украине. Первая вещь, которую ты сегодня утром сделала? Мы сегодня переезжали, да, мы сейчас собираем вещи и переезжаем в новую квартиру. Вот. Так что у меня сегодня было сумасшедшее просто утро. Какой был первый концерт, на который ты пошла? Это была либо Верка Сердючка, либо Мумитроль. Одно из двух точно. Я не помню, кто был первый. Первая сломанная кость. Я сломала правую руку в детском саду, когда на лыжах спускалась горка, и там надо было с горки съехать в подвал, чтобы лыжи поставить, а я съехала в стенку. Сломала правую руку и ходила в гипсе. Это был мой первый и последний, тьфу-тьфу, надеюсь, перелом. Первый пирсинг. Первый мой пирсинг – это проколотый пупок. Первая страна за границей, в которой ты была? Ну, я не знаю, Украина это была, да. Если считать, будут такие экзотические страны, то это Япония. Какой был первый фильм, который ты помнишь? Я даже не знаю, название это были ужастики, смотрели мои родители. В этом фильме зомби поедали червей и мух. Мы жили тогда в однокомнатной квартире, они думали, что я сплю, а я все это видела. Какое было первое наказание? Мое первое наказание в детстве, которое я ярко помню, это была школьная дискотека, и меня на нее не пустили. Это было очень жестоко, потому что я помню, мы так все собирались с подружками, я думала, какой наряд я надену, и мне папа сказал с мамой, ты никуда не пойдешь. Ну, потому что я накосячила реально. Кто был твой первый сосед по комнате? Конечно, долгая история. Мы очень долго с девчонками, втроем, жили в одной квартире где-то два года, работали, гуляли вместе. Это были очень веселые времена, которые я никогда не забуду. Если бы у тебя было одно желание, что бы это было? Я бы, конечно, хотела, чтобы все мои близкие были здоровы и прожили бы всю жизнь вместе со мной. Что бы ты выучила, если бы у тебя был шанс? Если бы у меня была возможность, то я бы выучила бы китайский, потому что это очень круто, либо японский. Сейчас уже английским никого не удивишь. Да, какие были твои первые уроки, которые ты брала? Я ходила к репетитору на английский язык, я помню, очень долгое время. Ходила на танцы тоже очень долгое время, на танцы уличные ходила, на танцы живота. Меня всегда это очень привлекало и нравилось. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, это видео было интересным для вас. Надеюсь, вам понравился этот тег. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok